Всем хорошего дня! С вами я Ирина на канале Все лучшее о Греции и сегодня мы едем в трехдневное путешествие в город Янино, который расположен на берегу озера Янино. Город Янино находится на северо-западе Греции. У нас стоит прекрасная погода, мы проезжаем метеоры, от волоса ехать примерно 250 километров, это примерно 4-4,5 часа, потому что основная дорога у нас будет проходить в горах, поэтому там не разгонишься, это не автобан. Мы едем с друзьями и будем жить в гостинице, которую забронировали заранее. Гостиница хорошая, с завтраком за две ночи 125 евро на двоих. Номер хороший, с балконом, есть все необходимое. Мы оставили вещи и поехали сразу в путешествие. Приехали в живописную деревушку Перома, которая находится в 4 километрах от города Янины. Здесь же находится одноименная пещера, в которую мы приехали. В 40-е годы, во времена Второй мировой войны, местные жители искали убежище от бомбардировок и случайно нашли эту пещеру. Первое описание исследования пещеры было в 1954 году. Мы купили билеты, билет стоит 8 евро. Время работы с 9 до 17. Студентам и ученикам полцены. Потом мы прошлись по деревне, потому что каждые 30 минут новая группа набирается и с экскурсоводом вы проходите по пещере. Нам надо было подождать. Деревушка прекрасная, очень аккуратненько, красивые дворики, много цветов. Во время нашего путешествия днем было 20 градусов тепла, безветренно. Ну просто удовольствие. В Греции сейчас сезон хурмы. Посмотрите, как она обильно плодоносит. Протяженность маршрута, по которому мы пойдем, 1100 метров. В пути примерно 45 минут. В пещере круглый год постоянная температура плюс 18 градусов. И там есть много небольших озер, которые температура 14 градусов. Сама пещера находится внутри холма Горица, расположенного над деревней. Природное убранство этой пещеры известно разнообразием сталактитов и сталагмитов. Входит в число самых лучших и интересных пещер мира. Вы увидите большое количество залов, богатых своими природными декорациями, состоящими из сталактитов, растущими сверху вниз, и сталагмитов, растущих снизу вверх. В пещере постоянно капает вода, поэтому надо быть очень аккуратным. Обувь должна быть хорошая, потому что реально скользко и очень много подъемов вверх. Площадь Пирамской пещеры 14800 квадратных метров. Понадобилось полтора миллиона лет, чтобы это геологическое чудо приобрело современный вид. Всего в пещере 19 больших и малых залов. В пещере обитает всего 7 видов живых существ. В основном это разные виды пауков. Но останки пещерного медведя, которые обнаружены, повествуют о том, что когда-то животный мир там был более разнообразный. Мумию медведя, которого нашли в этой пещере, выставили в музее. Туда надо немножко проехать на машине и можно посмотреть. Но мы там были ранее, поэтому не стали терять время, мы уже туда не заезжали. Посещением музея входит стоимость билета. Гид очень приятная женщина, разговаривает на двух языках, ведет экскурсию английский и греческий. Одна из самых эффектных и впечатляющих сталактитов в форме креста. Расположены в первом зале Залаида и Персифоны, владыки загробного мира в греческой мифологии. Практически превращает его в своеобразный нерукотворный храм. Продолжение следует... После посещения пещеры, по совету местных жителей, мы поднялись поужинать в деревню Лекяда, которая расположена в горах, всего в 10 минутах езды от пещеры. Это прекрасный ресторан и кофейнию, называется Кукувая, что переводится с греческого сова. Посмотрите, какой отсюда открывается шикарный панорамный вид на Янина и остров одноименный Янина, и одноименное озеро. Продолжение следует... 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 Атмосфера и погода сопутствовали нашему длительному пребыванию в этом прекрасном месте. Мы пробыли до глубокого вечера. Продолжение нашего путешествия смотрите в следующем видео. До новых встреч! Продолжение следует... Продолжение следует...